Из беседы святителя Иоанна, беседа на Евангелие от Иоанна, говорит о том, как мы, христиане, должны быть светом среди мира сего. Да и язычников, говорит, не столько обращает чудеса, сколько жизнь. Жизнь же ничто так не благоустрояет, как любовь. Тех, которые совершили знамения, язычники часто называли и обманщиками. Но чистой жизни они не могут укорить. Поэтому, доколе проповедь не была еще распространена, чудеса со справедливостью были предметом удивления. А теперь нужно возбудить удивление жизнью. Действительно, ничто столько не соблазняет, как порог, да и справедливо. Ведь когда язычник увидит, что тот, кому заповедано любить и врагов, лихоимствует, грабит, побуждает к вражде и обращается с одноплеменниками, как с дикими зверями, он назовет наши слова пустыми бреднями о любви. Когда увидит, что христианин трепещет смертью, как примет слово бессмертие, когда увидит, что мы властолюбивы и раболепствуем другим страстям, то еще больше будет привержен своему учению, не думая о нас ничего великого. Мы истинно, мы, истинно мы, виновны в том, что язычники остаются в заблуждении. То есть здесь говорит о том, что мы своей жизнью, примерами своими, отвращаем от веры истинной православной христианской веры неверующих. Потому что они видят, какая жизнь, они, христиане, поступают хуже нас неверующих. На словах «любомудрствовать легко» многие из них это делали, но они требуют доказательств от дел. Пусть, скажешь, они подумают о наших древних мужах, но они совсем не верят и хотят видеть людей, живущих теперь. Покажи нам, говорят, веру, а дел твоих. А дел-то и нет. Напротив, они видят, что мы хуже зверей, терзаем ближнего своего, и потому называют нас язвой вселенной. Вот что удерживает язычников и не дозволяет им присоединиться к нам. Поэтому мы будем наказаны и за них, и не только за то, что творим зло, но и за то, что через нас хулится имя Божие. Доколе мы будем привязаны к богатству, роскоши и другим страстям, отстанем, наконец, от них. Послушай, что говорит пророк о некоторых безумцах. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. Из книги пророка Исаия, 22 глава, 13 стих. «О ныне же для людях и этого нельзя сказать. Теперь многие присвояют себе достояние всех, зато и порисают их пророк, говоря, а не думают, что одни на земле». Исайя, 5 глава. «Потому-то и боюсь, чтобы не случилось чего-либо худого, и чтобы нам не привлечь на себя никакого наказания Божия. А чтобы этого не было, будем упражняться во всякой добродетели, чтобы достигнуть и будущих благ, по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу, со Святым Духом слава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». «Они святых Господь». «Они святых Господа». «Они святых Господа». Спасибо.